Да-да-да-да, а я сейчас поем. Ой, как я есть-то хочу, вы не представляете. С утра ничего не кушал. Да-да-да, вопрос, где я поем? Да, тут возникает вопрос грамотный. В связи с тем, что я очень-очень хорошо знаю наши продукты питания, то я вам серьезно говорю, что круче, чем столовая по-домашнему, найти крайне сложно. Уж поверьте мне. А зная о том, что здесь весьма красивые и абсолютно качественные и грамотные цены, я вам советую сюда прийти. Я вообще не противник мест отдыха. А именно так переводится слово ресторан. Но в данном случае рестораны должны приносить удовольствие желудку. Что касается меня, то зная большинство, из большинства я выбираю лучшее. И для меня это столовая по-домашнему. Здесь, на вокзальной 110. Один раз мы с папой пошли в кино и набрали очень много еды в разных ресторанах. Это был Макдональдс и KFC. И мой папа не наелся. А сейчас мы в столовую по-домашнему наберем очень много еды в столовую по-домашнему, потому что тут очень большой выбор. Ну вот, собственно, так и случилось. Чтобы наесться в Макдональдсе, а это и с той поры, когда доллар стоил 28 рублей, я поел бы на 700. Сейчас перемножайте. И ценник у нас был и был поставлен. А пока вы наслаждаетесь видом, пока видом, потому как я потом вам расскажу на вкус. Вот вам отрок, который прокатился по Турции и Индии. На его 10 лет он там был 12 раз. Парняк много чего видел? Козюка не ест все, что я готовлю. Ну понятно, две недели в Индии. Как всегда, там круто. Турция вот особо прокатился по всем и ел то, что не во всех отелях. Там, конечно, кормят на обоях. Но только в нескольких красная рыба языки каждый день. Есть такое место в Анталии, Порто Белло. Офигенная пятерка с собственным подогреваемым бассейном. Вот там еда на уровне ультра all inclusive. Просто красава. Он там был три раза. То есть за свои 10 лет уровень его поглощений меньше моего, но больше других журналистов. Больше, больше. И пока он выбирал, я зашел в глазурь. Тоже предприятие, но ближе к вокзалу. Мы, кстати, об этом говорили. И вот вам результат. Во-первых, выпечка. Такая, что даже уникумы от сладостей городских позавидуют. Другая тема. Та же еда, но на вынос. Я просто расскажу, а вы поймете. Ну, не каждый может приехать и перекусить. Не каждый. Город у нас такой. Круглосуточно работающий. Зато, купив вкуснятость, можно благодаря столовой по-домашнему получить больше дома. Естосно. То бишь, мы зашли в магазин глазурь. С другой стороны. Это все одна и та же структура. Но в отличие от того, что там вы кушаете, вы кушаете там хорошо. Здесь, естественно, ценники чуть-чуть ниже. Давайте все-таки определимся, почему ценники чуть-чуть ниже. Ну, пункт номер один. Во-первых, я все-таки еще раз вам говорю, я очень. Для меня повар это идеал. Если бы не было повара, вы бы что бы сделали? Вы бы ничего не кушали. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы это не понимаете? Зря, кстати. Подумайте, что вас бы в школе никто не кормил. Да-да-да, вы забыли, что вас кормили повара? Мало того, для меня еще больший идеал это люди, которые за вами все это дело убирают. Есть такие люди, а вы не знали? Извините, за все дело приходится платить. Или вы думаете, что вы такие навороченные, самые крутые? Нет-нет-нет, господа мои. Далеко не вы самые навороченные и далеко не вы самые крутые. К слову о том, что бы вы хотели, берется все. Пожалуйста, сколько вам надо, никаких проблем. Оценники я вам сказал, что дешевле чем там, ну, не сильно, естественно. Вот. Это для тех, кто не может сюда прийти. С другой стороны, это магазин работает чуть позже, естественно. То есть, покушать захотели просто и нормально поесть, кстати. Не просто так, всякой фигни покушать, а нормальную еду, качественную, только уже изумительную еду, естественно, сюда. Что вот здесь? Да-да-да. К слову о том, чебуреки здесь дешевле, но чебуреки такие же вкусные. Посмотрите-ка, они большие, сочные, красотища. К сожалению, это я пока кушать не могу, потому что я вес сбрасываю. Но рано или поздно, когда я вес сброшу, я, естественно, покушаю, потому что пирожная картошечка стоит 20 рублей, нормально? Пирожная муравейник стоит 20 рублей, пирожная Рафаэла стоит 20. Вы не понимаете? Вы понимать должны, что здешние ценники, они для всех, для всех и каждого. При этом давайте все-таки определимся. Есть одна у нас в городе такая интересная контора, такая интересная, да? Не буду сейчас говорить, но их много. Что они добавляют в свое масло? Да там масла не существует, там существует маргарин, а здесь нет. Здесь качественное масло. Вы понимаете, о чем я говорю? Или вы будете есть маргарин, или качественное, нормальное масло, а? И поэтому мой вам совет заехать сюда. Попробуйте хоть, в конце концов, попробуйте, как вам готовят. Я еще раз говорю, это не большие деньги, не большие. Заехать легко. Вокзальная 110, я не знаю, как на Ленина 18, но основная часть-то здесь есть, естественно. И на Ленина 95. В любом этом месте вы почувствуете ароматное приготовление вкуснейшей пищи. Очень вкусно. Даже у нас в столовой школе так не готовят, так что всем рекомендую. Хорошо. Вот как. Ушел, а он вкуснятку перекусил, но не убежал. К слову о том, что часть он покушал, а большее в разы мне досталось. Помните про сумму 1000 рублей? Вот она. Пока я туда ходил, мой сын как раз набрал на 1000 рублей. Сейчас даже вы не поймете, о чем я говорю. Но вот если вы сможете это все сделать и съесть в горном одиночестве, то сейчас расскажу сколько это. То бишь, два компота, картошка, котлета, два салата, окрошечка, соляночка, понимаете на сколько? Не торопитесь. Макароны с какой-то вкусняткой. Да, да, да. Гречка с двумя куриными котлетками в сухарях. Глё, хато. Вы не торопитесь, не торопитесь. Размеры понятно, да, какие? Это еще не то. Это я говорю про то, что можно было покушать. А так, в принципе, тут реально хватает понемножку вот так откусить. В смысле, покушать, это нормальное блюдо. То есть, в принципе, вот еще картошечка, фри. Но вкусная, вкусная, понимаете? Самое забавное, чем мне эта картошка фри нравится, потому что постоянно масло меняют. А вы часто видели, когда в ресторане готовят масло меняют? Здесь нет, здесь постоянно все ровно. Еще раз говорю, я знаю хозяйку, вот такой человек, реально. Он внимательно за всем этим смотрит. Ну, естественно, это филейная часть курочки. Да. И из того, что, и это очень вкусно, две рыбки красные. Игора, моя любимая горошница. Ну, представляете, сколько, да? Да, 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 да. Теперь я буду делать это быстро, потому что эфир у нас не сильно крутой и навороченный. Да, да, да. Так, просто перекусить и сказать, поверьте мне, это вкусно. Давайте проверим. Салат грузинский. Ммм. 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 Здесь все делается на отлично. Так, это у нас что? Это летний шалат. Сразу летом я вспомнил. Хотя на улице еще март месяц. Но аромат безупречный. Почему? Потому что огусы, помидоры, перец и качественный, качественный горох. Много летакова, где-то есть. Очень я в этом деле очень сильно сомневаюсь. Так вот, чтобы вы поняли, камеру держит сейчас мой сын. Да, да, да. Ему хоть и 10 лет, но снимать он уже будет. И я из него сделаю идеальный вариант. А пока он делает это быстро, я побыстренько покажу, как я эту окрошку буду кушать. Да, настоящая окрошка. Все. Все. Отлично своим квасом. Не чей-то там. Ну, естественно. Я люблю это делать. Так вот, еще раз говорю. Когда зайдете в любую столовую, в любой столовую, попробуйте первоначально. Я вам серьезно говорю. Идеальный вариант это соляночку. Если она будет такая соляночка, как здесь. То да. Итак, я еще не закончил. Но вы понять должны. Да? Остальные вещи там нас тоже ждут. И вот так понемножку. Да? И вот так вот понемножку, если честно. Да? Я практически уже наился. А еще раз, два, три, четыре. Это я еще только так слегка кушал, поверьте мне. Если бы я еще по полной покушал. В принципе, для нормального человека, чтобы покушать красиво и ровно, реально хватает салата. Реально хватает первого блюда. И реально хватает какое второе блюдо я буду кушать. Скажите мне, я сейчас попробую. Какой вы хотели вы кушать? А давайте проверим, насколько это будет хороша. Вот из той же оперы, да? Да. Я знаю, что гречка с гречкой. К самой гречневой каше должен быть своеобразный подход. Понимаете? Сейчас я проверю, насколько разваристая здесь гречка. Я это дело люблю. Вопрос такой, что в нее добавляют, чтобы она была такая вкусная? Ну и, естественно, наша замечательная котлеточка. Вкуснящая. Хочешь попробовать? Давай пробуем. Одну. А я сейчас с сыном поделюсь. Добро пожаловать, насколько она вкусна. Кушай, дорогой мой. Лично я еще не раз не видел такого, чтобы вот, допустим, были котлетки с сухарями. Вот я первый раз реально ем. Очень. Он уже есть-то не может. Хотя, в принципе, 10 лет. Я бы на его месте так бы отъелся. Насколько бы это было красиво. Но теперь эти все вещи, естественно, даже если вы сильно-сильно захотите, вы можете с собой забрать. Это будет идеальный вариант. Клево, да? Гречечка. С такой картошечкой. В смысле, это не картошечка, это такая котлетка. Я реально, я реально таких вещей не кушал еще. Молодцы. Я пытаюсь что-то сделать, но чтобы человек этим делом занимался, он должен получить высшее образование и становиться поваром. Я, к сожалению, далеко не повар. Да, но тем не менее, перекусим. Да что за безобразие. Да что за безобразие. Такую горошницу. Такую горошницу. Хочешь попробовать, дорогой мой? Сейчас я вам расскажу про красную рыбу. Дели мы однажды, однажды красную рыбу. Сейчас расскажу где. Первая Петровская ассамблея. Вот там была красная рыба. Ну, там была семья. В других местах, в других местах, я ел немного другую красную рыбу. Кита. Ну, чтобы насколько вкусно. Понимаете? Кита не самая крутая рыба из таких пород. Но довести ее до ума, это, ребята, не каждый может. А столовая по-домашнему все это дело умеет. Слово о том, что все это вы можете заварить себе домой. Делается все легко и просто. Но, вы же должны понять, вот эта сумма, я уже наелся. А что будет, если я бы съел бы эту? То есть, в принципе, на меня хватит на, ну, полтора дня. Полтора дня. Полтора дня. Разберем. Завтрак, обед, ужин. Один день. Нормально? Завтрак и обед. Второй день. Ну, давайте посчитаем. То же, если мы говорим про эту самую сумму 1000 рублей, разделив ее на 5 штуков, получается сколько? 250 рублей. Ну, 250 рублей с таким удовольствием, а почему бы и не есть? Даже если все это дело перемножив, окажется, что сумма, которую я бы потратил, она бы равнялась столько, сколько вы тратите. Вы берете все это дело в сетевиках, магазинах. После всего этого дела, во-первых, я не сильно думаю, что там хорошие продукты питания, если честно, но кроме всего прочего дела, вам еще потом мусор надо выносить. Здесь ничего. Это не реклама, я не против столовых, кафе и ресторанов, но хотелось бы, чтобы ваш отдых практиковался с отдыхом для желудка. К слову, про столовую по-домашнему. За пять лет у меня здесь не было изжоги, а это лучший вариант качественной еды. Ну, в принципе, таких мест много. Вокзальная 110. Ленина 18. Тоже подразделение. Так же вкусно кормят, потому что здесь работают. Ну, и там, чуть-чуть дальше, Ленина 95. Везде, где вы видите, столовая по-домашнему везде вас так кормит. Конечно, все хотят заработать. Ну, попробуйте заработать. Только получится ли так? А то, может, и не получится. Но в любом случае, за качественной и вкусной пищей мы приходим куда? В столовую по-домашнему.